В канун 95-й годовщины Великого Октября в Новосибирске прошел пятый съезд народных депутатов. В работе съезда приняли участие депутаты Государственной Думы от Новосибирской области, члены фракции КПРФ в законодательном собрании и Совете депутатов города Новосибирска, 61 депутат районных советов и городских округов, 51 депутат поселковых и сельских советов, а также помощники депутатов, партийный актив КПРФ. Мы продолжаем ленинскую традицию съездов как наиболее эффективную форму работы, форму развития народовластия и проводим наш съезд. При подготовке этого съезда он может быть менее парадный, менее такой плакатный, но он носит содержательный характер. Мы хотим наполнить его конкретными проблемами, которые необходимо нам всем решить в Новосибирской области. Мы провели семь совещаний, проехали всю область. Мы выработали предложения оздоровления экономической, политической и социальной ситуации в Новосибирской области. Предлагаем сегодня их съезду, предлагаем обсудить эти предложения и выработать свою программу действий. До окончания бюджетного года коммунисты должны составить карту проблем Новосибирской области в привязке к конкретным муниципальным образованиям и обозначить пути их решения. Вся область должна быть представлена на этой карте. Проблем масса, за громкими реляциями официальной власти скрывается жесточайший кризис. Новосибирская область только что отпраздновала 75-летие. Хотелось бы напомнить, дважды ордена Ленина Новосибирская область. Что же, каковы же итоги последней 20-летки, с чем подошла к этому юбилею наша область. Прямо скажем, сегодня начался не просто застой в развитии области, а по ряду направлений начался перегресс. Новосибирская область утрачивает оборонно-промышленный статус. Из-за сбоев оформления государственного оборонного заказа, накопившихся долгов, из-за невнимания власти к проблемам производства, началась новая волна банкротств. Как бы она не была последней, это волна банкротств. И самое знаковое банкротство, это банкротство завода СИПСильмаш. Знаменитый СИП-комбайн до войны, на котором начинал свою рабочую деятельность наш земляк, трижды герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. Доля промышленности снизилась до 24%. Главное место в экономике региона сегодня занимает торговля и сфера услуг. В катастрофическом положении находится село. Засуха и неурожай обнажили проблемы, копившиеся годами. Общий урон сельскому хозяйству оценивается в этом году в 4 миллиарда рублей. Это скажется на общем социальном климате в сельской местности. Но у региональной власти другие заботы. Если проблемы назрели, стали очевидными, есть требования общества, то они вообще решаемы, несмотря на то, что депутаты-коммунисты даже в меньшинстве представлены. Назревшая тоже проблема, это все депутаты, по крайней мере в законодательном собрании отмечают, это неэффективные траты областного бюджета. Это промышленно-логистический парк, экспо-центр, это технопарк, это третий мост, может быть, не своевременный даже, это миллиарды денег на каждый объект. В год идут, хотя намного очевиднее было бы более эффективно их использовать. И как вопиющий пример, это вот 400 миллионов рублей, которые собирались отдать на стимулирование производства алкогольной промышленности. Чувствуя вот этот настрой депутатов, нам удалось как сходу эту проблему, по крайней мере, до настоящего времени решить. Коммунисты ставят задачу повышения эффективности работы Красного депутатского корпуса. В этом поможет партийная школа управленцев, к открытию которой готово все. Осталось провести первый набор будущих красных администраторов. Действительно поставлена задача идти в муниципальное образование. Там настоящая жизнь, там решаются судьбы и нужды людей. Есть моральные разные аспекты деятельности, эти идеологии очень важны и без которых очень невозможны. Но есть и простые нужды людей, которые тоже вообще нужно им помогать и решать. И сегодня очень важно это объединить, чтобы наши слова не были просто пустослонственными. Чтобы люди видели, что представители КПРФ, они решают реальные, насущные нужды людей. Компартия готовится взять на себя ответственность. Позиция по ключевым проблемам жизни региона нашла отражение в резолюциях съезда. Они станут руководственным к действию для многочисленного депутатского корпуса КПРФ. По завершению пятого съезда народных депутатов Новосибирской области в ДК «Энергия» состоялось торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный 95-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Перед началом концертной части состоялось подведение итогов соцсоревнования. Среди городских районных отделений КПРФ лучшим вновь была признана Дзержинская партийная организация, среди сельских – Красноозерская. Победители получили переходящее красное знамя. Орден за заслуги перед партией был вручен Владимиру Рощупкину, а молодые коммунисты по традиции торжественно из рук первого ситаря Новосибирского обкома КПРФ получили партийные билеты. В концертной части программы выступили музыкальные коллективы, участники конкурса комсомольской песни «Беспокойные сердца», студия эстрадного вокала «На заре» Сибирский государственный университет «Путей сообщения» и вокальная студия «Мегаполис» Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. С танцевальными номерами выступил коллектив ансамбля танца «Обские зори» ДК «Родина» из города Бердска. Овации встречали вокальный ансамбль под руководством заслуженного артиста России Павла Шаромова. Популярные советские песни придавали праздничный настрой. Великий октябрь не отменить чиновничьими указами. День 7 ноября остается красным днем календаря в душе у каждого коммуниста, каждого советского человека. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ